АПЛОДИСМЕНТЫ Осторожно, Лидия Ивановна, земля, боже мой! Подождите, дайте же я с вас это сниму. Пусть остаётся. Да в нём же где-то 30 килограммов весу. Ну что? Сколько у вас уже прыжков сделано? 664. Это включая тот, который был на 80 лет? Да. Вы прыгали с 10 тысяч метров, а обычный прыжок, это же всё равно там километр, два, три. С какой высоты тебя? 4200, вот это последние разы я прыгаю. 4200 это с тандем? Ну, в тандеме. А, в тандеме, уууу. Я в тандеме прыгаю, потому что травмированные ноги. Понятно. Я ж маленькая, полненькая. Да. Ножки мне взяла, ножки. Вы мне покажете премудрости парашютного спорта? Обязательно научу. Научите, как управляться с парашютом. Как управлять, как приземляться и вообще как нельзя делать. А как раньше учили курсантов? Вот не было ни лебёдок специальных. Ну, я, например, обучала своих парашютистов. На дубы повесила подвесную систему и на дубах тренировались. Ну, дубы, это у нас, конечно, легко. Дубы, колдуны будут, тренировка будет. Да. А вы пока что расскажите Андрею Данилевичу о непростом вашем пути в парашютном спорте и по жизни вообще. Ох, тяжёлый же этот парашют. Ну, давайте хотя бы здесь я вам помогу снять его. А как он снимается правильно? А вот с подвес... А, вот так вот просто, да? Вот, растяните. Так. Всё. Давайте его здесь поставим. Родненький. Весу в нём сколько? Правда килограмм тридцать? Восемнадцать килограмм. Восемнадцать килограмм. И плюс запасной ещё восемь килограмм. Двадцать пять. Да. И это... А вы сколько весили тогда, когда прыгали с таким? Сорок два. Сорок. Сорок килограмм. Скажите, а сейчас для вас это большой вес? Нет. А что большой? Ну, вы же... Вам же уже не двадцать пять. Сила в руках осталась? Ну, гантели поднимаю двух килограммов и сто восемьдесят двести раз. А лёжа вот так и до четыреста могу поднять. По два килограмма. А для чего вам сейчас такие нагрузки? Ну, как для чего? Я же не буду, чтобы меня тело не работало. Просто я уже привыкла. Сколько всего времени вы провели в свободном падении до того, как раскрылся парашют? Ну, это... Из высоты десять тысяч триста семьдесят пять метров. Триста семьдесят пять метров. Это из стратосферы, когда вы совершали? Стратосферы прыгала с реактивного самолёта. Летела не... Десять километров? Да. Летела, не раскрывая парашют, девять тысяч семьсот метров. Почти десять километров в свободном падении? Да, в свободном падении летела. И сколько длилось это свободное падение по времени? Ну, минуты полторы, наверное, больше, может быть. Слушайте, ну а там, в стратосфере, когда-нибудь Гагарина встречали? Я вот так встречала его с ним. Вот так вот сидели, как со мной? Да, разговаривали, сидели с ним на съезде. Всесоюзом доса в съезде была я в шестьдесят втором году, в шестьдесят седьмом году. Разве можно было на съезде болтать? Ну, немножко шептались. А, о чём шептались? А, не скажу. Комплименты вам делал? Я же маленькая была такая. Что он говорил? Вот. Не скажу, шепт. Рокоссовская видела. Будённый награждал. А у нас, кстати, есть фотография, где вы вместе с Семёном Михайловичем. Давайте посмотрим. Покажите, пожалуйста. Так. Вот это я. Вот по центру? Да, вот это же я. У тёмного стою. И вот... Это Будённый Атолий Олюшенко. Вот это же. О, да. Он говорит, давай, становись сюда, говорит. По центру. По центру. Вот если бы сейчас ваши дети или внуки подошли и сказали, там, мама, бабушка, мы хотим прыгнуть с парашютом. Что бы вы им сказали? Так они ж прыгали. Мама, ты это, сидишь или стоишь? Говорю, сижу. Ну, хорошо. Мы тебе сюрприз. Какой сюрприз? А мы уже прыгали. Но я знаю, что вы им тоже сюрприз преподнесли. Прыгнули на свой 80-летний юбилей. Они же мне обещания у меня требовали. Особенно старая. Мама, приехала к ней. Она говорит, мама, прыгать ты не будешь. Я тебя прошу. Я говорю, там коллеги приехали в соревнования. Я поеду с ними, пообщаюсь. Я же радостная. Вот. Это своя стихия. Не пускали вас дети, да? А дочка говорит, мама, ты же прыгать не будешь. Не прыгай. Я говорю, доча, клянусь. Обещаю. Но прыгать буду. У нас, кстати, есть видео из вашего семейного архива. Тот самый прыжок, который вы совершили в свой 80-летний юбилей. Давайте посмотрим. Ох, звук. Звук моторов, да, родной для вас. Вот толстопузик. Вот толстопузик. А смотрите, как ноги мои были. Ой, Лидия Ивановна, браво, браво. Скажите, это был крайний прыжок? Да. То есть будет следующий еще? На 85-летие. Собираюсь. А почему не так? А что дети ваши скажут опять? Мама. Я Будённому пообещала, что буду прыгать в 80 лет. И 80 лет буду прыгать, сказала ему. И выполнила задание. Ох, Лидия Ивановна, дай вам Бог здоровья. Спасибо. Будем следить за вашими прыжками. Ну, а пока я знаю, что мой коллега Андрей Даманский тоже очень проникся парашютным спортом. И тоже мечтает сделать первый прыжок. Давайте поприветствуем Даманского сейчас на этой сцене. Выше головы, друзья! Я тут! Ноги вместе! Ноги вместе! Ноги вместе! Лидия Ивановна, бегите ко мне скорее на сцену. С тропок запутанный стою. А сейчас давайте, Лидия Ивановна, наденем на вас парашютный комплект. Подготовим всё для нашего воздушного мастер-класса. Ну что, Лидия Ивановна, полетаем? В общем, как? Стоишь ты у борта самолёта. Уже страшно, да. И инструктор говорит, сигнал даёт, пошёл. Ты отделяешься. Две-три секунды, если ручного раскрытия, то пять секунд. И ты берёшь, выдёргиваешь кольцо. Давайте тогда мы поднимемся и всё это попробуем в воздухе. Оп! Ха-ха-ха! Лидия Ивановна, как ощущения? Вот, допустим, если я хочу приземлиться на Данилевича. В какую сторону разворот, ты должен эту руку возле лица провести руку. Так. Вот, взять за левую лямку. За левую лямку? Да, за левую, вот этой рукой. А правую руку вокруг, вот так, вокруг. Так. И на себя, так, раздвигай. Содвигай, вот так вот, да? Давай, 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 раздвигай, ещё, ещё. О! Ой, получилось! Ух ты! Молодец! Смотрите, получилось, оно поворачивает. Ой, ой! Значит, так можно корректировать свой полёт. Да, да, да. Я знаю, что опытные парашютисты ещё умудряются какие-то фигуры крутить в воздухе. Я лечу в воздух. Вот, ноги вот так. Так. Вот, руки вот так. Так. Лечу. И я могу руками управлять. И ногами. Надо мне вправо руки поворачивать вот так, а ноги тоже вот так. И меня вот поток воздуха поворачивает вправо. Если сальто делать. Раз. Так. Два. Два. И выпрямили ноги. И выпрямили ноги. И всё. И получилось. Сначала я поджал. Да. Повернуло меня, выпрямил, опять лечу. Да, да, да. И всё. И лечуешь, как лягушка. Покажите вы тоже. Давайте вдвоём синхронно мы. Раз. 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 Оп. Супер. И летишь. Вы видели сальто? Все видели сальто? Вы прыгнули, парашют раскрылся, всё, началось падение с парашютом, уже полёт такой. Вот вы поёте в этот момент? Когда я уже лечу с этим в тандеме, то я пою. Так давайте споём, мы же в тандеме. Что будем петь? Широка страна моя родная. Много. Много. Много в ней лесу, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. И вот наступает момент приземлений. Ноги вместе. Ноги вместе. Вот, земля идёт под вас, приземляетесь, можете упасть. Коленки сгибаются? Чуть подгибаются обязательно, чуть-чуть, чуть. Амортизировать надо. Так. Только на полную ступню. Оооо, приземление. Опа. Аплодисменты зала Лидии Ивановне Элефировой. Лидия Ивановна, мы на земле приземлились. Вот скажите, Лидия Ивановна, сколько у вас медалей дома? Первых мест у меня более 30. Первых мест. Первых мест более 30. Лидия Ивановна, мы надеемся, что вы найдёте среди ваших наград достойное место и для нашей медали. Медаль в студию. Здоровья вам, Лидия Ивановна, и пусть давление у вас будет, как у космонавта. 120 на 60. А я встречалась с космонавтом. Ооо, мы наслышали, медаль. Это вам. Так, а я, позвольте, вам медаль надену. Подождите. Так. О, о, есть. Это вам. Субтитры сделал DimaTorzok